МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 25 по 26 октября на территории округа проводилось специальное мероприятие «Нетрезвый водитель». Проверено 125 транспортных средств, проведено 50 профилактических бесед, выявлено 7 административных правонарушений. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении двух мероприятий с массовым пребыванием граждан. Нарушение общественного порядка не допущено. В Управлении МВД России по Нинскому автономному округу на постоянной основе идет работа, направленная на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции. Осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, реализующих алкогольную продукцию, с нарушением требований федерального закона. В период с 9 по 18 октября на территории обслуживания управления проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь», направленное на выявление и пресечение незаконной деятельности в сфере производства и оборота алкогольного спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе направленное на выявление и пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ, осуществляющих нелегальное производство алкогольной продукции, в том числе не имеющих соответствующей лицензии предприятий, выявление и пресечение фактов использования фармацевтической субстанции спирта этилового для производства нелегальной алкогольной продукции, пресечение фактов производства и оборота алкогольной продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья потребителей, установление и ликвидацию каналов реализации незаконно произведенной алкогольной продукции, установление мест производства поддельных акцизных и федеральных специальных марок. В ходе проведения мероприятия сотрудниками полиции проведены 43 проверки предприятий и организаций, реализующих алкогольную и спиртосодержащую продукцию на территории города Наринмара и Заполярного района. По результатам из незаконного оборота изъято более полутора тысяч литров спиртосодержащей продукции. Сотрудниками полиции в ходе проверок выявлено 8 административных правонарушений по статье 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Уважаемые жители и гости Ненинского автономного округа, если вы обладаете какой-либо информацией о нарушении правил продажи спиртосодержащей продукции, просьба незамедлительно сообщать по телефону дежурной части управления 02 или 421-26, либо на телефон доверия по абонентскому номеру 8-818-53-4-21-52. 22 октября 2019 года в Управлении МВД России по Ненинскому автономному округу проведено плановое пожарное учение, в рамках которого отрабатывалось взаимодействие дежурных групп УМВД и Главное управление МЧС РФ по НАУ при тушении пожаров на объектах УМВД. Условно произошло возгорание в одном из кабинетов окружной полиции. Весь личный состав покинул здание управления, соблюдая требования пожарной безопасности, в то время, пока сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Дежурная группа полиции и сотрудники МЧС успешно справились с заданием в соответствии с планом учений. Кроме того, личному составу управления старшим инспектором отделения организации тылового обеспечения, подполковником внутренней службы Александром Артемьевым наглядно продемонстрирована работа первичного средства пожаротушения, а именно огнетушителя. Нижегородская Академия МВД России при участии Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в период с 6 ноября 2019 года по 1 апреля 2020 года проводит Всероссийскую Олимпиаду школьников на страже экономики. Олимпиада проводится в два этапа. Первый этап – отборочный. Заочное интернет-тестирование. Принять участие в нем можно с любого компьютера, имеющего доступ в интернет. Второй заключительный этап – финал. Решение заданий с прибытием в Нижний Новгород. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся в 8-11 классах. Тематика заданий посвящена разделам «Право и экономика» школьной программы по обществу знанию. Участие в Олимпиаде бесплатное. Для участия в Олимпиаде школьникам Ненинского автономного округа необходимо в срок до 30 декабря 2019 года зарегистрироваться и подать заявку на сайт Нижегородской академии МВД России и в указанные при регистрации сроки пройти интернет-тестирование. Более подробная информация об Олимпиаде размещена на сайте Академии в разделе «Поступление». Победители и призеры Олимпиады будут награждены дипломами, грамотами и ценными подарками. 24 октября сотрудники полиции посетили общеобразовательную школу номер 4 города Наринмара и в рамках акции «Призывник» побеседовали с семиклассниками об ответственности за употребление, изготовление и незаконный оборот наркотиков, разъяснив им помимо этого, какие негативные последствия для них в будущем могут возникнуть в случае, если они будут заниматься данной преступной деятельностью. А также полицейские наградили авторов лучших работ творческого конкурса, посвященного профилактике экстремизма в молодежной среде. В сентябре 2019 года сотрудниками управления проведен конкурс детских рисунков среди седьмых классов на тему «Скажи террору нет». В своих работах школьники выразили нетерпимость к проявлению террора в нашем мире. По результатам рассмотрения работ жюри выбрало троих учащихся для поощрения. Ими стали Рочева Анжелика, седьмой Б-класс, Ладыгина Зоя, седьмой А-класс и Артеева Юлия, седьмой А-класс. Кроме того, сотрудники полиции выразили благодарность педагогам-организаторам учреждения Колесниковой Татьяне Николаевне и Гусевой Анастасии Сергеевне за помощь в организации конкурса. 27 октября 2019 года в детско-юношеском центре «Лидер» города Наринмара состоялся турнир по настольному теннису среди коллективов физической культуры Ненецкой региональной общественной организации «Общество Динамо». Победителем турнира стала команда управления МВД России по Ненецкому автономному округу, обыграв все команды, в том числе команду войсковой части 12403 и Росгвардии, занявших второе и третье место. Кроме того, по итогам личного зачета среди мужчин почетное третье место занял Артем Антонов, уступив представителям сборной судов НАО и войсковой части. Руководство и личный состав Управлением МВД России по Ненецкому автономному округу поздравляет команду управления и желает спортивных побед в дальнейших соревнованиях. 26 октября 2019 года команда «Динамо» Управлением МВД России по Ненецкому автономному округу сыграла вторую игру в проводивом НРО «Динамо» турнире по волейболу, посвященному 20-летию мировой юстиции в Российской Федерации и профессиональному празднику Дню юриста. Также, как и в первой игре, окружные полицейские уверенно обыграли команду в войсковой части 12-403, сыграв только три партии. Напомним, что следующая игра команды управления состоится 2 ноября также в спортзале «Дюц-лидер» по адресу город Наринмар, улица Меньшикова, дом 17. Начало в 19 часов. Приглашаются все желающие поддержать команду. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть управления МВД России по Ненинскому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.